Рабочие будни Общественной Палаты. Какие вопросы курируют сейчас ее члены и с какими проблемами обращаются к ним граждане? Об этом мы решили расспросить председателя Общественной Палаты региона Наталью Юдину, а заодно и выяснить ее отношение к новым нормам произношения русских слов. Напомню, Наталья Владимировна, доктор филологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Но сначала об Общественной Палате. Скажите, пожалуйста, чем сейчас занимаются ее члены? В каких мероприятиях и акциях вы принимаете участие? Ну, я должна сказать, что члены Общественной Палаты представляют каждой какую-то общественную организацию, поэтому у каждого есть своя сфера профессиональных, социальных интересов. И в этом смысле мы большая армия общественников, которая занимается в первую очередь своим делом, общественным делом, экспертным делом и профессиональным делом. Если мы говорим об Общественной Палате как системном большом организме, то, безусловно, у нас есть большие общественные мероприятия, которые мы проводим на территории области. Ну, из последних я назову донорскую акцию, которую мы провели на этой неделе. Меня очень порадовало то, что очень много людей, наших уважаемых граждан Владимирской области, приняло в ней активное участие. Я хочу сейчас всех поблагодарить, кто принимает активное участие и оказывает настоящую реальную действенную помощь нашим уважаемым людям, нашим гражданам Владимирской области. И в этом смысле Общественная Палата не впервые проводит такого рода акцию. Из последних акций мы провели интересный форум сельских женщин на территории города Судогда. Это была очень такая интересная, многомасштабная, поэтапная деятельность, когда мы приглашали наших уважаемых жительниц из села, многодетных мам, тех, кто работает в организациях культурного досуга, в библиотеках, с тем, чтобы выступить с проблемами, которые сегодня волнуют сельских женщин. Мы хотим возродить женсоветы в тех территориях, на которых еще их нет, потому что женщина является одним из активных звеньев нашей цепочки. Хотя, конечно, мужчины должны являться основным фактором стабильности общества, это абсолютно точно. Еще один интересный момент – это Дни Общественной Палаты в муниципальных образованиях. Сегодня мы посетили ряд общественных советов, которые сформированы в территориях у нас, в частности, в Коврове, в Везняковском районе, в Гусь-Хрустальном районе, в Камешковском районе. И планируем продолжать встречаться дальше с нашими уважаемыми общественниками, с тем, чтобы почувствовать дух муниципального образования, настроение этого муниципального образования, и выявить те гражданские инициативы, которые есть сегодня у нас в территориях. Наталья Владимировна, с какими проблемами люди обращаются к вам, с какими вопросами идут в общественную приемную? Безусловно, люди идут с вопросами человеческими, с личными, хотя, конечно, задача Общественной Палаты – выявить системные проблемы. Поэтому сегодня мы очень обеспокоены проблемами, связанными с тарифами. На сегодняшний день, 4 декабря, мы проводим большие общественные слушания по проблемам сохранения культурного наследия в городах Владимирской области, с тем, чтобы увидеть и оценить возможности интересной привлекательности, туристической привлекательности нашей Владимирской области. А так, конечно, проблемы у каждого свои. Если где-то человека не услышали, если его не поняли, если его не так встретили, то, безусловно, люди с такими проблемами идут. Это и проблема инвалидов, это и проблема постановка на учет. Ну вот если по инвалидам, то это очень много вопросов, связанных с пандусами в различного рода учреждениях и организациях, например, соцзащиты или в больницах. Если это проблема молодых мам, то это, безусловно, постановка на учет. Многотетные семьи просят помочь в различного рода вопросах. Это может быть подготовка детей к школе, это может быть и библиотечная какая-то помощь. То есть вопросы самые разные, мы, безусловно, стараемся помочь. Но я хочу напомнить, что деятельность общественной палаты и сами рекомендации всегда носят исключительно рекомендательный характер, извиняется тавтология. Но поэтому органы законодательно-исполнительной власти нас могут услышать или не услышать, но мы можем обратить внимание на ту или иную проблему и заострить ее в рамках деятельности нашей общественной палаты и, соответственно, Владимирской области в целом. Наталья Владимировна, только недавно, казалось бы, прошли выборы в общественную палату, и сейчас грядут новые. Скажите, каким образом будет формироваться второй состав? Вопрос очень сложный. Действительно, мы тоже очень быстро увидели, что два года закончились. А если говорить о том, как общественная палата формировалась, то многие из телезрителей знают, что закон об общественной палате был принят в 2009 году, а палата была сформирована только в 2011 году. Формировалась с большим трудом, там были разного рода сложности, там были судебные заседания. И формировалась она по такому принципу. Одну треть 14 человек назначает губернатор, другую часть 14 человек назначает законодательное собрание, и третью часть должны были избрать 28 человек, назначенных законодательным собранием и губернатором Владимирской области. К сожалению, этого не удалось. И в рамках и в силу ряда обстоятельств, и объективных, и субъективных, поэтому было принято решение возложить эту ответственность на муниципальное образование. В ходе судебных решений это было отменено. И поэтому сейчас, формируя второй состав общественной палаты, мы могли бы предложить разного рода возможности для того, чтобы сформировать эту третью треть. Поэтому я сейчас обращаюсь к нашему уважаемому общественникам. На сайте общественной палаты Владимирской области, палата.вот.ру, есть вся информация по этому вопросу. И мы собираем предложения, как сделать так, чтобы палата второго созыва была сформирована быстро, качественно и в срок. Наталья Владимировна, обратимся к вопросам русского языка. Да. Сейчас составили новый орфоэпический словарь, в котором допускается говорить, например, включишь, а не включишь, и даже позвонишь, а не позвонишь. Каково ваше отношение к новому правилу? Если говорить по-серьезному, то, конечно, здесь новых правил никаких нет. Я хочу сказать и напомнить еще раз телезрителям, что главная, основная, последняя настоящая реформа у нас была в 1917 году. И до сих пор мы руководствуемся правилами орфографии пунктации 1956 года. А новизна связана с тем, что выходят новые словари, которые должны соответствовать требованиям современного человека. Безусловно, человек меняется, значит, меняются его и языковые предпочтения, в частности, орфоэпические, например, в ударении. Поэтому, если мы говорим о конкретных случаях, отключишь, отключишь, то мы проводили опрос по области, 80% населения у нас говорит отключишь. Хотя правильной, единственной нормой во всех словарях является отключишь. И в этом смысле, хорошо это или плохо, трудно сказать. Язык меняется вслед за человеком. Раньше все говорили творог, потому что в каждом двусловном слове, в двухслоговом слове должно быть ударение на втором слоге. Как, например, сапог, пирог, соответственно, творог. Сейчас большинство людей говорит творог, поэтому норма вариативная. Можно говорить и так, и так, но хотя тенденция идет в сторону творога. То же самое и с этими глаголами. Конечно, мне, как лингвисту, это грустно, и мне страшно режет слух, если человек говорит «позвонишь». И я очень верю в то, что большинство из наших телезрителей все-таки говорят по-другому, хотя опросы наши показывают абсолютно другую тенденцию. 60% примерно населения Владимирской области говорит «позвонишь», и только 40% правильную нормативную, употребляет правильную норму «позвонишь». В этом смысле хочу сказать, что нельзя думать о том, что язык будет абсолютно дистиллированным и таким, какой он есть в наших словарях и справочниках, поэтому язык должен идти вслед за человеком, и справочники и словари должны не пылиться на полке, а должны быть востребованы человеком. Я надеюсь на то, что так и будет. Все-таки печальную статистику вы приводите. Наталья Владимировна, а кофе, оно до сих пор он или все-таки оно? Кофе – это он или оно? Да, вот я уже даже, видите, как я сказала. Да, вот что значит, как говорят лингвисты, в соответствии нормы и узуса, то есть то, как надо, и то, как говорят. Кофе, к сожалению, на сегодняшний день имеет вариативную форму и ту, и другую. То есть первично, конечно, мужской род, вторичен средний род, но можно использовать сегодня и средний род. Хотя для меня, как лингвиста, и я буду очень рада, если я буду слышать, что кто-то из нас пьет хороший кофе. И я очень верю в то, что так и бывает по утрам у наших телезрителей. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Спасибо большое, всего доброго. Я напомню, только что мы беседовали с доктором филологических наук, профессором, проректором Объединенного университета, а также председателем Общественной палаты региона Натальей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok